Мы продолжаем с вами, друзья, играть и отправляемся в сторону депо, чтобы найти там какое-нибудь средство передвижения, чтобы было попроще добить этих всех одержимых гадов. Я вижу обильное... обилие газовых баллонов, то есть, говорит о том, что сейчас будет проливаться чья-то кровь, и, конечно же, это будет наша. То есть, по-другому быть не может, поэтому открываем ящик, берём всё, что тут есть. А есть там, в принципе, не так уж и мало, так. Давайте побегаем, посмотрим. Я думаю, пока что рано отсюда валить. Что здесь, вагоны? Чёрт! Наши барыги уже давно всё разобрали на металлолом, все эти вагоны. А тут стоит, ржавеет. Так, мы с вами взяли сигнал ракеты, у нас, к сожалению, больше-то ничего, в принципе-то и нет такого. Нету световых гранат, это плохо. Мне так нравилось их действие. Вот, о чём я, собственно, и говорил, видите? Начинается. Шоу-тайм! Давай, 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 детка. Взрывайся, взрывайся. О, видите, как это действует? А, тихо, тихо, тихо. Чёрт, падал. Так, с этой порцией мы разобрались. Что у нас? Вроде бы пока всё спокойно, я даже рад тому, что всё так быстро закончилось, понимаете? Очень удачно мы расправились. Здесь даже есть патроны, можно взять. И у нас снова 42, то есть как будто мы ничего и не тратили. И 18 батареек. Это очень-очень неплохие результаты. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Чёрт. Так и знал, что какая-то хрень оттуда вылезет. Смотрите, выжигаем её, выжигаем, выжигаем. А, чёрт, чёрт, тихо, 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 тихо. Есть. Видите, немножко сноровки и можно приловчиться, в принципе, к любой игре. Поэтому удивляться тут нечему. А что он тут завалил? Ничего полезного. Завалить-то завалил, а для Аланова и Кападлы ничего не оставили. Вы огорчаете его очень сильно этими действиями. Ну, завалить. Ну, можно же было что-то оставить. Так. Понятно, да. Поднимаемся наверх. И, конечно же, надо будет какие-то ворота открыться, как обычно. Так, здесь есть свет уже хорошо. Немножко сигнальных ракет. Тоже не помешает. Батарейки. У меня, в принципе, много батарейок. Я не знаю, какой здесь лимит. Но пока что есть 20 штук. В принципе, неплохо. Хорошо, вроде бы всё. Давайте выходить. Так, посмотрим, что тут такое. Страница рукописи. Опять открытая площадка. Видите, большая открытая площадка. То есть здесь что-то произойдёт обязательно. То есть жопа, как говорится, подкрадётся незаметно к нашему писаке. Забираем. Видите, как помутнело всё сразу, смотрится. Жесть. Так, что ж такое-то? Чёрт возьми. Огромный трактор. Ну что, американский аналог трактора Ясс или Алан Вейк? Известный писатель. Надо попробовать его выжить, что ли? Ах, это плохая затея. Смотрите, немножко осталось. То есть есть вероятность того, что мы выжим. Да, всё, он исчез. Так, ну тут остались небольшие, видите, такие приколы в виде того, что трое этих ублюдков пытаются меня убить. Давайте зажжём. Всё, остаётся только один. Не так уж, как говорится, страшен чёрт, как его молюют. Видите, мы очень быстро расправились, то есть без каких-либо проблем. Лежать, соблюдок. Так, вон там есть ящик, давайте смотаемся, посмотрим, что там такое. Так, должно быть обязательно что-то полезное, потому что я бы взял и мне пригодилось. Здесь обычно батарейки, сигнальные ракеты. То есть такое, знаете, очень удобно, что оно не валяется там, где попало. А вы чётко знаете, что вот красный ящик, и там есть то, что может помочь нашему главному герою пройти дальше. Так, а здесь довольно много. Смотри, всё у нас по максимуму, 20 батареек, 42 заряда для револьвера, тоже неплохо. Открывается, выйдя. А вот и машина, нам надо было найти, смотрите, я нажимаю Escape, найдите транспорт. Вот, текущая... Так, термос, 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 термос. Я иду, термос, и собираю уже, который сейчас. Так. Лечимся. Я не заметил, там была контрольная точка или нет, но на всякий случай подбежим ещё разок. Здесь замечательно, есть машинка, давайте посмотрим. Никогда ещё я так не радовался рассвету. У меня была пара часов, чтобы добраться до угольной шахты. До угольной шахты было уже недалеко. Значит, хорошо, смотрите, уже расцвело, прекрасная погода, раннее утро, замечательно. Наше задание идти к угольной шахте. Ну что, может хватит глазеть на плакаты Bright Falls, давай будем двигаться. Так, да, и в самом деле очень симпатично всё это выглядит. Не тормозит, самое главное. Так, вот машинка, помните, которую мы нашли, когда были возле депо? Так, давайте посмотрим, что там за угольная шахта и что там интересненького. Да, управление, в самом деле, очень похоже на GTA-шное. Что тут есть, что-то полезное? Нет? Ментовский бобик, хорошо. Он мне не нужен. Поэтому продвигаемся как есть. Так, аккуратненько. Я понял намёк, что здесь придётся, видимо, на своих двоих. Хотя, хотя не факт, постойте, давайте посмотрим. Вот там можно проехать. Почему? Это я подумал сначала, что надо на мост. А на самом деле-то можно на мост и не ехать. Его тут и нету. От моста ничего не осталось. Давайте попробуем здесь проехать. Если не получится, всегда можно вернуться. То есть, дело-то такое. Вот. А здесь уже можно подняться. Давайте попробуем. Всё, машинка. Я оставляю тебя для одержимых. Посмотрим. Давайте посмотрим. Всё-таки, если эта лестница здесь предусмотрена, то обязательно, хотя бы раз, надо по ней подняться. Да, для нашего не физически подготовленного главного героя это будет не очень такая простая задача. А вот тут ещё одна машина есть, поэтому мы ничего не теряем. Понимаете, в чём дело? Достигнута контрольная точка. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Давайте посмотрим. Знаете, в темноте вот эти помещения, вот эти бараки смотрелись как-то лучше. А вот при свете видны очень такие огрешности, понимаете? Недоработки графики, низкая прорисовка, низкие текстурки дешёвенькие. Но, тем не менее. Не будем зацикливать на этом внимание. Просто, если не вникать в подробности, не рассматривать, можно, в принципе, наслаждаться непосредственно самой игрой, а не рассматриванием каких-нибудь текстурок. Как любят делать там в «Намаз», обзорщик на «Баван» на «Руси», да? Такие вот дела. Ну, для нас цель посмотреть сюжет, пройти, ощутить весь этот кайф, быть писателем, который балуется тяжёлыми наркотиками. Так, ну что ж, друзья, мы продвигаемся. Наша дорога лежит к угольной шахте. Мне немножко не нравится, как ведёт себя этот внедорожник, если можно его так назвать. Ну, как-то не очень. Так, продвигаемся. Да, управление, в самом деле, очень похоже на то, что было в ГТА. Неплохой такой управленица. А, тихо, тихо, тихо. Главное, чтобы не занесло, потому что, если сейчас ты упадёшь или попадёшь в аварию, то это уже с концами. Будешь настолько идиотом, что и мать родная не узнает. Ну что ж, мы приехали на место, давайте посмотрим. Прибыл сильно рано. Видите, говорит наш Алан Уэйк. И с похитителем надо было встретиться ровно в полдень в главном здании. Видите, я тогда не прочитал комменты, просто не в курсах. Был, что там да как. Значит, здесь мы должны были встретиться с похитителем и узнать, где Элис. Но похититель нам сказал, что нужно принести рукопись. Но, насколько я могу судить, рукописи пока что Уэйка полностью нет. Финал он ещё не дописал. Поэтому мы не знаем, что там да как. Вот есть, видите, ещё немножко рукописи. Идти к угольной шахте. Давайте попробуем пройти. Так, смотрите. Видите, депо это. Здесь они добывают уголь и развозят уже, перерабатывают, загружают вагоны и развозят уже куда как. Я не хотел выходить снаружи. Полиция наверняка меня ищет. Под полуденным солнцем было жарко, как в бане. День тянулся бесконечно. В мыслях прокручивалась череда сценариев. Пытки, которыми я мог бы подвергнуть похитителя, чтобы вернуть Элис. И всё. Мне представлялось, что Элис мертва. У меня не было способа убедиться, что она жива. Неизвестность меня убивала. Я держался на слепой надежде. Всё это была пустая трата времени. Ублюдок так и не появился. Достигнута контрольная точка, смотрите. Уэйк? Где ты, чёрт, тебя побрал? Планы изменились. Знаешь, где находится зеркальная вершина? Это большая гора к северу от того места, где ты сейчас стоишь. Пойдёшь туда по тропе от шахты. Там будет площадка, я буду тебя там ждать. Хочешь увидеть свою жену живой? Если да, то думай, что мне говоришь. Ну как мы друг друга поняли, я надеюсь? Я хочу поговорить с Элис. Ага, точно. А я хочу рукопись. Не заставляй меня ждать, Уэйк. Алло? 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 Чёрт. Я убью его. С такими словами начинается игра. Смотрите, за окном уже потемнело. Это говорит о том, что вся нечисть этих лесот и те черти, которые кишат в голове нашего главного героя, начинают свою ночную жизнь вести. Так. Поэтому надо что-то предпринимать. Давайте будем отсюда валить как можно быстрее. Но я, честно скажу, особо желанием не хочется туда возвращаться. Вниз. То есть, понимая, что будут проблемы. Так. Как нам спуститься? Вот здесь, видимо, можно попробовать. Нет, здесь заперто. Чёрт, здесь заперто. Ну что ж, мы спускаемся на этаж ниже. Давайте посмотрим, что здесь такое. Слава богу, хоть светло. Понимаете, это не лестница. Помните, там вообще кромешная тьма. Здесь хоть что-то видно. Так. Здесь не спуститься. А здесь довольно хорошо видно. Я всё вижу прекрасно. То есть, тут не кромешная тьма. То есть, это не приключение в заднице негра. То есть, здесь всё нормально. И тем не менее, всё-таки страшные моменты определённо присутствуют. Так. Ну что ж, удачи, прыгай. Главное, коленку не ушиби. Вот, мы спрыгнули. Прекрасно. Прекрасно. Никого нету, слава богу. Можно идти далее. На смотровую площадку у зеркальной вершины нам надо следовать. Ну что ж, я понял. Намёки. Посмотрим. Просто, понимаете, похититель вводит нашего главного героя за нас, это очевидно. То есть, такие вот дела. Так. Вот и нечисть появляется. Давайте попробуем. Кидаем гранатку. Световую. Так. А, я забыл. У меня же нету световых гранат. У меня пока что только обычная... Тихо, тихо. Гопота. Самая резкая. Ведь... Обычно убивается. Вот видите, самые быстрые ваги. Самые, оказывается, лёгкие по выжиганию. Быстро выжег. И убил. Давай, 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 Уэйк. Быстрее, быстрее. Чёрт возьми. Всё. С этими мы расправились. Но у меня очень мало жизни, поэтому... Актуально было бы, конечно, подлечиться. А, чёрт, 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 чёрт. Возьми. Всё. Мы её выжгли. Да поэтому я отсюда валю как можно быстрее. Не знаю, куда тут бежать. А где тут спрятаться? Что подлечиться? Всё. Вот, видите, открылся проход. А он сначала был заграждён. То есть нельзя было пройти. Так, световые гранаты. Замечательно, ребят, замечательно. Это реально очень нужная вещь. Особенно в этой игре. Так. По вагонам всё завалено. Чёрт, чёрт. Что вы делаете? Во. Остаётся, видите, от него только тенью. И всё, больше ничего интересного. Так, среди вагонов напоминает мне Супер-8. Помните, Супер-8? Было фильм такой, недавно вышел. Ну как недавно? Сравнительно недавно. Там тоже такая тема была. Так, поднимайся, поднимайся. Быстро, быстро. Здесь можно открыть. Давайте посмотрим. А, чёрт. Есть. Честно говоря, я уже даже не надеялся, что выжгу эти детали. Я вообще не понимаю, зачем это сделано. Только, понимаете, усугубляет всю проблему этой игры. Вот эти вот одержимые. Плюс ещё эти детали. Особенно на мосту там, помните? Там просто невероятно. Я чудом там прошёл, даже сам того не понимая, что происходит. Какого чёрта? Чёрт. Как будто торнадо прошёлся, знаете. Так, это сущность, это мне не нравится. Поэтому надо отсюда быстро валить, как можно быстрее. Так. Есть Бобик, отлично. Какого чёрта? Какого чёрта? Продолжение следует...